К главному политическому событию в стране, выборам президента России в Кировске и Апатитах все готово. 15 марта на территории наших городов откроются 43 избирательных участка. Один из них временный распахнет свои двери в АКЦГБ для пациентов, которые находятся в больнице на стационарном лечении. Остальные граждане смогут сделать свой выбор с 15 по 17 марта, посетив один из 42 постоянно действующих избирательных участков. Напомним, проголосовать на них смогут не только местные жители, но также и нагородние. Такую возможность гостям нашего региона предоставил сервис «Мобильный избиратель». С его помощью все, кто планировал в дни проведения выборов главы государства быть вдали от дома, могли подобрать для себя наиболее удобный в плане месторасположения участок для голосования. Сделать выбор можно и вовсе не выходя из дома. Как? Узнала Валерия Романова. В Кировской Апатитах члены участковых избирательных комиссий завершают последние приготовления к трехдневному процессу голосования. Тестируют работу систем видеонаблюдения и комплексов обработки бюллетеней. У нас практически готово на 100%. Нам осталось расставить столы, разложить канцелярию и еще провести после тестирования тренировку у КАИБов. Чтобы мы увидели, что у нас при выборах с 15 по 17 все бюллетени прошли правильно. Правильное заполнение, правильная печать, чтобы стояло две подписи комиссии и, конечно, марка. В Апатитах 15 марта двери откроют 24 избирательных участка. В Кировске 19. Один из них будет работать в стационаре центральной городской больницы. Сделать выбор здесь смогут пациенты, которых врачи не отпускают домой. Комиссия для тех людей, которые лежачие, будет подходить с переносным ящиком. Те, кто смогут подойти, подойдут в избирательный участок. Он будет работать один день. Это 17 числа с 8 до 20, как все участки. Придут члены участковых избирательных комиссий. К тем, кто посетить участок для голосования не может по уважительной причине. Например, имеет инвалидность и не выходит из дома. Или ухаживает за пожилыми близкими. Любая такая сложная ситуация, когда затруднен выход из дома, звонить на любой избирательный участок, либо звонить в территориальную избирательную комиссию, мы никогда не отказываем. Мы принимаем, передаем на избирательный участок. И в любой из этих трех дней, это мы говорим про 15, 16 и 17, по согласованию с тем человеком, которым звонит, и которому нужна такая, будем говорить, опция, приедет к нему комиссия и он сможет проголосовать. Заявление принимается до 14 часов 17 числа. Всех остальных избирателей ждут на участках для голосования. Они по традиции откроются в 8 часов утра. Кто не успеет в пятницу 15 марта, выбор сможет сделать в удобное для себя время. В субботу или в воскресенье до 8 часов вечера. Обязательно. Это же наша ответственность, как гражданина. Поэтому обязательно будем голосовать. Пойду. Почему? Ну, нужно проголосовать за будущего президента. Это как бы наш гражданский долг. Конечно, пойду, потому что это обязанность, почетная обязанность каждого гражданина России. Мы выбираем свое будущее, мы должны быть уверены в своем будущем. Это выбор, то, каким будет наша страна.